Будем продолжать. Итак, мы в прошлый раз остановились с вами на том, что хорошо было бы научиться строить семейство венеровских процессов в пространстве, на плоскости, которые стартовали бы из каждой точки пространства и были бы коррелированы между собой. Что для нас с вами эта корреляция означает, мы уже тоже начали обсуждать. Рассматриваем мы сейчас одномерный случай как наиболее простой, а с другой стороны показатель. Итак, мы сейчас хотели настроить семейство венеровских процессов, то есть такое, чтобы оно стартовало из каждой точки прямой, у бегает по множеству действительных чисел, здесь t больше или равно 0, чтобы это каждый раз был венеровский процесс, и чтобы они были коррелированы между собой. Что значит коррелированы, мы уже немножечко прояснили для себя, а именно для них должны выполняться некоторые соотношения для дефляциалов. Так, например, мы все помним, что дифференциал венеровского процесса в квадрате, ну вот это как бы то же самое, что dt. Вот. Ну а вот мы теперь, если рассмотрим произведение дифференциалов наших двух венеровских процессов, что соответствует корреляции между инфинитизимальными приращениями частиц, которые движутся по этой и этой траектории, то вот эта штука, как мы договаривались, должна быть равной некоторой функции r, скажем, от разности, от положения наших частей с настоящим амортиком. У2, Т, и все это dt. То есть вот это такая немножечко формальная, но очень полезная алфебра дифференциалов, которая, как мы уже в прошлый раз сказали, с помощью формулы ИТА может быть переписана в совершенно строгие утверждения связи между собой наших венеровских процессов. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы научиться строить такие семейства венеровских процессов. Строим мы это, опираясь на свойства вот этой самой функции r. В прошлый раз мы с вами определились, что должно выполняться. r от нуля должно выполняться и венечки. Вообще, по модуру r должно превосходить и венечку. Ну вот мы предполагаем, это естественное физическое предположение, что r непрерывная функция. Вот. Кроме того, понятно, что произведение, как бы, не зависит от отказа множителей, поэтому, естественно, сейчас считается рчонная функция. Вот. Кроме того, оказалось, что должно выполняться еще одно условие, уже знакомое из курса теории вероятности. Это условие вне отрицательной определенности. А именно оказалось, что для любых у1, у с индексом n, принадлежащих множество действительных чисел, лямбда 1, лямбда с индексом n, принадлежащих множество действительных чисел, сейчас выполняется, как бы, вот такая сумма, ОК1, ОК1, ОК2 равна единичке n, то вот R, ОК2 минус ОК1, лямбда К2, лямбда К1, должна быть не отрицательной, больше или равна 0. Почему так происходит, мы тоже обсудили. Та сумма, которая здесь стоит, появляется, если мы вычислим квадрат дифференциала от линейной комбинации наших венеровских процессов, стартовавших из стучек О1, у n с коэффициентами лямбда К2, лямбда n. Ну, понятное дело, что квадрат дифференциала тоже не отрицательным, и там как раз появится вот эта сумма умножить на дт. Так что мы видим, что функция R, описывающая мгновенную комбинацию между инфинсимальными обращениями частиц, стартовавших из разных точек, обязана быть на самом деле просто-таки характеристической функцией некоторого симметричного распределения вероятности на прямой. Вот все эти условия вкупе с Теомой Бохна-Рахинчина из первого семестра теовероятностей говорят нам, что так должно быть. Ну, раз так, то давайте запишем соответствующее равенство и, опираясь на него, попробуем построить наши процессы. Ну, давайте поступим так. Итак, пускай сейчас R под U, это есть единичка на ВАПИ, давайте написать не будем, он уже, это не, так, интеграл от минус до плюс бесконечности в Е в степени ИУ умножить на лянда мю-девянда. Сейчас мю-это симметричная вероятностная мера на прямой, на сигмахер и на параллельских множеств. Ну вот, раз мю-это вероятностная мера, то мы можем рассмотреть пространство L2, R, мю. Вот. Ну, я в прошлый раз начал говорить о том, что давайте перейдем к косинусам. Я думаю, что мы не будем здесь сильно переживать по поводу трудностей, вызванных с тем, что это пространство сейчас вот можно взять комплексно-значными, состоящим из комплексно-значных функций и интегрированы с квадратом по нашей мере. Оно будет сепарабельным и в нем будет существовать автономированный базис. Значит, в нем будет существовать автономированный базис. Давайте я этот автономированный базис обозначу через E с индексом N. N больше или равно единичке. Это автономированный базис. Об этом рассказано. Вот. Ну, раз это автономированный базис, то я могу сейчас написать, что вот такая экспонента, это вот здесь тот переход к косинусам был бы, который я начал делать в прошлый раз, но как бы суть дела не меняется, потому что мы обойдемся просто обычными экспонентами сейчас. Значит, эта штука, конечно же, является как функция полиамда, рефиксирована, как бы то есть для любого у, принадлежащего множества действительных чисел. E в степени регулянта представляется как сумма по N от единички до бесконечности. А здесь давайте напишем коэффициент B, он будет зависеть от номера элемента базиса, от U, как от параметра сейчас, вот, умножить на E, N, вот, ляпт, да? Вот. Где ряд сходится в среднем квадратическом на пространстве R с мерой N относительно переменной квадрата. Вот. Вот такое у нас получилось представление. Чем оно сейчас нам так полезно? А давайте в его терминах запишем равенство для функции R сейчас, которое у меня еще есть по доске. Вот, давайте я подложу. Получается, вот, только я сейчас напишу вот такую вещь. Значит, я напишу, что R от U минус V. Так? Радио F и V это две точки напрямую. Оказывается, сейчас равен в силу верхнего равенства, чем интеграл от минус до плюс бесконечности. Здесь стоит E в степени и U лямбда, я так напишу, но E в степени минус и V лямбда, мюдэ лямбда. Тем самым я получу сейчас скалярное произведение двух функций вот такого вида в пространстве L2R, мюдэ. Это их скалярное произведение. А значит, оно представляется через коэффициенты разложения этих функций по базису. Значит, мы получим вот такую штуку. Равно. Равно сейчас. Здесь будет что получаться? Сумма ОН от единички до бесконечности BNU на BN с чертой от V. Я почему беру здесь соображенное? Потому что мы имеем дело с пространством комплексно-значных функций. А так и произведение скалярное таково, что из второго множителя константа, это сейчас константа, выносится с чертой. Вот получилось сейчас такое представление для функций R. Больше того, я про числа BN-то и кое-что знаю. Я про них знаю, какую вещь сейчас. Что сумма ОН от единички до бесконечности модуль BN от у сейчас в квадрате равна единичке. Обратите внимание, это как бы следует и отсюда. Если я подставлю вместо VU, получу модуль BN от у в квадрате, у меня появится R от 0, и этот есть как раз в квадрате. Я это на всякий случай выписал еще раз, с тем, чтобы мы уже могли теперь начать узнавать нашу алгебру венеевских дифференциалов. А именно, что мы сейчас видим. Давайте попробуем, давайте попробуем, посмотреть на вот такую линейную, бесконечную линейную комбинацию независимых линейных процессов. Итак, пусть у меня бета-1 и так далее, бета-N и так далее. это будут независимые венеровские процессы. Вот. Тогда, если мы рассмотрим новый процесс, вот такой, это будет сумма по n от единички до бесконечности, а здесь мы пишем bn от у на бета-N. обратите внимание, что ряд сейчас сходится, потому что ряд из бутылей по n в квадрате сходится, по n сомненезависимые дисперсии постоянные, значит, сумма дисперсии сходится, средняя равна нулю, нулю, и по теме в двух рядах, вот этот ряд сейчас сходится как в среднем квадрате, так и почти наверное, то есть это коллектно-определенный случайный процесс, и очень несложно проверить, что это будет снова венеровский процесс с точностью до константы. Вот здесь интересно посчитать вот ту самую, те самые произведения дифференциала, на которых мы будем. Давайте напишем один дифференциал такого процесса умножить на точно такой же дифференциал только в точке сухой bn1 это бесконечности, bn от v, v это n, t, вот, ну, что должно получиться? Работу. Работу. Давайте я напишу формально выкладку, как если вы имели этого совсем уж с числами, мы помним, что произведение суммы это не двойная сумма, bn1 n2 от единички до бесконечности, bn1 от u, вот, опять, за счет потому, что мы работаем с комплексными числами, напишем здесь bn2 от v с чертой, а здесь d, bn1, t, dbn2, 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 вот, ну, вот так, и вот сейчас видно, что эта сумма значительно упрощается, всего, чего мы сказали, что b1, bn1 независимый процесс. В прошлый раз мы с вами обсуждали, что для независимых линерских процессов произведение дифференциалов дает 0. То есть, в этой сумме я могу сказать, что если n1 не равно n2, то отсюда следует, что вот это произведение n1 t dbn2 t равно ну, вот так. Ну, а раз так, у меня остается только диагональ, и я могу значительно упростить сумму, записав теперь так, это будет сумма n от единички до бесконечности, здесь bn u bn с чертой v, а здесь dt, вот, я думаю, что dt может относиться сразу уже ко всей сумме, вот, а то, что получилось просто равно r от u минус v на dt, вот. Так что мы видим, что похоже, что наши венеровские процессы могут быть сконструированы из счетного числа независимых стандартных венеровских процессов с помощью коэффициентов b. ну, вот, здесь есть одна техническая деталь, которая не очень существенно можно все взять действительно значит, то есть, вот, сделав тот переход к осимусу, на котором я говорил, можно пробовать провести все рассуждения, считая, что и bn 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 что все коэффициенты bn сейчас действительные. Вот. Ну, а если мы так сделаем, то, по крайней мере, на формоновом уровне окажется, что мы должны бы написать вот такое на этот раз уже уравнение вот такое уравнение для искомых процессов в, 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 это есть сумма от n от единицы бесконечности bn w t d bt mt t вот. Ну, вот, теперь у нас появилось уравнение, появилось стокастическое уравнение на семейство, на семейство венеорских процессов. давайте еще будем считать, что в начальный момент, в начальный момент времени мы находимся в точке u, то есть, тем самым, мы стартовали с каждой точки пространства, в данном случае прямой, и вот получаем семейство венеорских процессов, приращения которых коррелированы сейчас, давайте вспомним еще раз, как dWUt на dWVt это сейчас есть функция r uWUt минус dWVt и все это dt ну вот получилось у нас такое уравнение и на первый взгляд оно может показаться сложным, хотя мотивировка к его появлению у нас уже с вами есть, коэффициенты bn взяты неоткуда-нибудь, а они обладают таким свойством, я буду считать, что они сейчас действительно, то есть bn функции из rWR сейчас для всех n больше равных единичек, что сумма oN от единицы до бесконечности bNU на bNV это есть фрр от u минус n это было нашим пожеланием, мы хотим, чтобы выполнялось вот такое формальное равенство для дифференциалов самих бруновских движений, отвечающих частичкам. и здесь понятным становится, что наличие вот бесконечного числа венеровских процессов это совершенно не математический трюк сейчас, но обоснованная необходимость. Почему? Ну, потому что я думаю, вы все видели примеры функции, которые являются неотрицательными атаками ну, например, е в степени минус квадрата и так далее. И вот можно просто-таки взять и честно доказать, что если мы подставим именно такие функции в качестве р сюда, обойтись конечным числом венеровских процессов в таком представлении нельзя. вот это кстати могло быть внушим 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 раз такое получилось у нас, ну, то имеет смысл наверное обратить внимание на это уравнение, разобраться с ним, а потом еще и придумать для него какую-то физическую интерпретацию. Почему? Ну, дело в том, что вот это конечно же есть частный случай стахистического дифференциального права. Но как только мы сказали стахистическое дифференциальное равнение, в голове возникает аналогия с обычными дифференциальными равнениями и давайте мы напишем обычное дифференциальное равнение и вспомним откуда там обралась случайная добавка. Ну, как это пишется, я напоминаю, вот обычное дифференциальное равнение порядка и в нем мы часто проговариваем, что А отвечает в правой части функция отвечает за описание внешнего воздействия на нашу технологическую систему, сил действующих на нашу технологическую систему. Ну, если пользоваться законом Ньютона и записывать это в терминах, вот это будет не одномерное, двумерное, уже там шестимерное, если говорить о пространстве уравнения, то в терминах координата скорость, то да, вот это действительно здесь будет то, что отвечает внешнего воздействия. А затем откуда появлялась случайная добавка? Ну, мы говорили, пусть на нашу динамическую систему воздействуют малые случайные возмущения в облике плюсы, у нас появлялся плюс шум, вот, дальше мы соображали, что шум состоит из маленьких толчков, и вот эти самые маленькие толчки, это есть просто дифференциалы такого нибудь виденского процесса. СТ, вот, ну, а здесь Д, это Д. Конечно же, когда речь идет о более сложных математических моделях, здесь и процесс усложняется, появляется, соновская составляющая чуть более сложная, точный процесс и так далее, но, в общем, мы так или иначе трактуем появление здесь стахастического дифференциала, дифференциала от случайного процесса, так что у нас на нашу систему воздействуют маленькие случайные возмущения, которые накапливаются, вот, и результаты накопления это вот такой дифференциал. Вот, ну, а кого это интерпретило, чего ради вот у нас так вот появилось? Ну, вот, оказывается, что есть другая форма записи, вот это уравнение, в которой более физично, более обоснуло. Вот мы сейчас с этой формой записи и познакомимся. Для этого давайте обозначим такой небольшой раздел, это венеровский лист. о чем здесь пойдет я вот сейчас попробую интерпретировать наше превращение венеровского процесса следующим образом. Давайте рассмотрим один венеровский процесс на умой заданный, это t, t больше 0, это будет венеровский процесс стандартный. Вот. И посмотрим на интегралы по венеровскому процессу от вот давайте я напишу здесь до плюс бесконечности от каких-либо не случайных функций f t, t, d, b, b, b. Вот. Ну, вот когда я так написал, конечно же, возникают вопросы о том, как этот интернал определен, мы помним, что процесс Слиннера имеет неограниченную вариацию, никакого интернала линия стерпеса здесь нет, но, по крайней мере, если f это сумма конечного числа индикаторов отрезков, линейный комбинат такая, то сомнений в том, чему должен быть равен такой интеграл нет. Так что, я сейчас возьму такой частный случай, когда функция f это просто сумма по k от единички до какого-нибудь n большого ckd на индикатор отрезочка по k. в этом случае сомнений, чему должен быть равен такой интервал нет, поскольку мы все привыкли, что интервал от ступенчатой функции от индикатора отрезка по какой угодно функции это просто проращение значений этой функции на конце отрезка. Так что, в этом случае, это главное будет, что это была бы сумма по k от единички до n ck на beta от b минус beta от a к вот. Вот так. Сейчас такой бы интервал написался, а ну давайте посмотрим на свойства его как функционала, как объекта, зависящего от функции f. Но сейчас совершенно несложно проверить следующие несколько утверждений. Я их оставляю вам в качестве задачи для самостоятельного решения. Итак, первое. Математическое ожидание вот этого интеграла, интеграла 0-я-док бесконечности f от t d beta t это сейчас будет 0. Это тривиально. Преращение Венинерского процесса не сейчас имеет нулевые изменения. Второе. Второе. Второе чуть-чуть. Ну тоже просто вот этот интеграл от 0-я-док бесконечности f от t t beta t это гауссовское случайно начинать. Гауссовское случайно начинать. Почему так происходит? Да очень просто. Вот тут несмотря на внутренние скобки все можно переписать как просто линейную комбинацию значений Венинерского процесса в каком-то наборе точек. Почему я говорю в каком-то? Ну потому что некоторые б-капи или р-капи могут там совпадать. Вот. Тем не менее тоже получится это будет все равно линейная комбинация значений в это в каких-то точках. Мы знаем, что это гауссовский процесс. Значит любая линейная комбинация его значения тоже гауссовская. Поэтому я здесь прав. И еще вот тут интересно оказывается, что можно написать следующую вещь. вот я немножечко здесь попробую переписать то, что тут есть. А именно это будет сумма g от единички л здесь гамма g г г бета от c g минус бета от d g g а вот что здесь написано а здесь написано другое представление той же самой функции f g от единички l так гамма g здесь индикатор dg dg так уже вышел c g вот и разница между ними лишь только в том, что здесь отрезки не имеют общих внутренних точек. Я опять же оставляю на ваше усмотрение что так всегда можно переписать любую ступенчатую функцию не исключено конечно что окажется так что какие-то гамма равны между собой не так и важно сейчас но получится вот такое представление и если мы так запишем то увидим здесь сумму независимых гауссовских случайных отличий а следовательно ее дисперсия не все центрированные будет вычисляться следующим образом математическое ожидание интеграла в ряду плюс бесконечности f от 3 db это 3 в квадрате будет вычисляться следующим образом это есть сумма гауссовских в квадрате на длины интервалов да именно так вычисляются дисперсии сейчас вот этих прощений и они независимы из-за того что эти интервалы не имеют общих внутренних точек значит у меня получается сейчас сон о g от единички то l гамма g в квадрате на cg минус dg и я продолжаю равенство учитывая опять же что интервалы не имеют не пересекающиеся внутренности это интервалы на катушке бесконечности f от t в квадрате dt о вот у нас получилось три таких свойства и вот последнее свойство вместе с линейностью позволяет нам забыть о вот этом представлении с помощью ступенчатых функций вот почему ну потому что мы знаем что для любой функции f которая принадлежит l2 на 0 плюс бесконечность мы можем ускорить fn которые исходились бы к ней в l2 при стремящемся к бесконечности а сами были бы ступенчатыми вот опять же это построение очень несложно ну а если так то отсюда следует что наш интеграл по непорывности просто распространяется на все функции f интегрированные с квадратом сохранение вот этих трех свойств вот так что вот получается такая вот конструкция мы 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 каждой интегрированные с квадратом функции f поставили в соответствии интеграл от нее по виденческому процессу и полученные случайные величины являются гауссовскими такими что они центрированы а их дисперсии равны как раз квадратом и он соответствующий патентеральный вот раз так давайте теперь отметим здесь для себя такую полезную вещь какими сейчас окажутся интегралы вот от специальных функций нам дальше нужных вот я теперь возьму какое-нибудь множество а которое лежит на плюс бесконечность вот такое что мера лепиха множества а меньше плюс бесконечности вот ну тогда индикатор множества а может рассматриваться как элемент пространства и два плюс бесконечность раз это так то я могу написать вот такое выражение вот я его обозначу здесь будет написано ню от а вот это по определению вот такое это новая случайная цена зависящая от а это по определению будет как разный термал от нуля плюс бесконечности здесь индикатор а вот вот t d d d d t вот все сейчас здесь определено и мы что получили мы получили на выходе гауссовскую случайную чему давайте я напишу ее распространение мы знаем что она гауссовская что она центрирована а ее дисперсия это интеграл от квадрата индикатора то есть интеграл от него самого но интеграл от индикатора это просто его нейролимер так что здесь я буду написать гаунда а вот вот получилась такая интересная вещь что несмотря на то что процесс быта имеет неограничен мы опираясь на сходимость в среднем тратическом сумели рассматривать процесс бета как некоторую функцию распределения и построили по ней случайно ну вот пока я думаю случайную меру забегаю чуть вперед но аналогия с вот таким равенством давайте я вам напомню мюант а это есть интеграл по р индикатор а индикатор а от х df x вполне просматривается здесь мы получаем меру любви гостеркеса построенную по функции распределения f ну а здесь мы получаем вот случайную функцию множества ну в общем-то это случайная функция множества действительно обладает многими свойствами похожими на свойства меры ну давайте в этом сейчас убедимся это сейчас несложно что я вот напишу давайте возьмем два множества а1 я буду все время рассматривать множество имеющие конечные меры любви такие что а1 и а2 сейчас не пересекаются вот равно равно пустому множеству вот и для них рассмотрим математическое ожидание произведения двух таких интегралов значит я уже буду использовать новое обозначение ню от а1 ню от b1 ню от а2 прошу прощения ню от а2 вот такое математическое ожидание легко посчитать почему мы знаем математическое ожидание квадратом интеграла от f d бета следовательно написав квадрат квадрат интеграла от f плюс g и квадрат интеграла от f минус g легко найти математическое ожидание произведения двух интегралов интеграла от f и интеграла g это окажется интеграл от 0 плюс бесконечности произведения под интеграла индикатор а1 на индикатор а2 dt но мы с вами хорошо знаем что произведение двух индикатора двух непреосекающихся мной все равно нулю так что это нуль вот ну и осталось вспомнить известное свойство совместно гауссовских случайных величин состоящих в том что некоррелированные некоррелированные совместно гауссовские случайные величины зависят следовательно следовательно я могу сейчас утверждать что ню а1 и ню а2 не зависят точно то же самое можно сказать если если бы я имел семейство целую последовательность а n n больше равно единички не пересекающихся множество если они таковы что а n пересечь а m это есть пустое множество при m не равном m то отсюда следует что такая последовательность гауссовских случайных величин это независимая случайная величин независимая случайная величина вот ну раз это независимая случайная величина то уже можно обсуждать их сходимость центрированной и можно обсуждать сходимость ряда из таких случайных величин крайне просто да вы помните и сегодня уже вспоминали сходимость и в среднем квадратическом и почти наверно ряда из независимых центрированных случайных величин имеющих вторые моменты равносильно сходимость ряда вторых моментов поэтому здесь я могу сразу же написать такую вещь что если вдруг окажется что вот они не пересекающиеся а еще и лямбда объединения от единицы до бесконечности а от меньше безконечности ну тогда у нас будет получаться что ню от этого самого объединения по n от единицы до бесконечности а n как раз и есть сумма по n от единицы до бесконечности ню от ню значит ряд сходится здесь мы вычисляем тоже математическое ожидание квадрата разности бесконечного объединения минус конечно оно сходится от нулю справа тоже остаток ряда сходится от нулю значит переходя к пределу легко получаем вот такое равенство вот так что на самом деле мы имеем сейчас дело ну с полным аналогом мира да вот только надо помнить себе что сходимость здесь удобно вот считать и достаточно для большей части целей сходимость в среднем квадратическом вот сходимость в среднем квадратическом поэтому несмотря на то что мы с вами уже видели пример случаясь их мер при работе с условными распределениями здесь дело немножко более хитрое это не есть меры при фиксированном мере автокс социолога например вот они отвечают робоговая функция распределения нервничной рации а вот в среднем квадратическом все хорошо так что мы будем считать что вот ню случайная нераль вот а еще у нее есть хорошее свойство с независимыми значениями независимыми значениями на непересекающихся дружесках непересекающих хорошее вот ну почему мы так долго говорили о вот случайной мере почему мы ее строили почему не обошлись все тем же самым виниловским процессом бетра зачем усложнять себе жизнь вот зачем вот теперь мы могли бы сказать следующее что не когда мы строим когда мы строим вот случайное воздействие да описание случайного воздействия на динамическую систему вот этот самый шум то что мы делаем мы на самом деле здесь берем значение функции боя вот коэффициента в точке которая отвечает положение нашей частички а здесь у нас что вот здесь у нас как бы ню от дт да вот что описывает случайный шум по времени то есть построим по процессу бэта случайная мера ню это случайная мера тире шум по времени и теперь мы видим бедность нашей модели здесь почему да потому что оказывается что вот есть какое-то случайное воздействие вот толчок он один да просто вот каждый ну каждая частичка в зависимости от своего положения в зависимости от бэта она испытывает этот толчок разной силы да ну вот как если бы мы имели длинный поезд и всех кто ездил в поезде это ощущение знают когда к нему подъезжает электровоз или тепловоз то люди которые сидят в первом вагоне где происходит сцепка испытывают более сильный толчок чем вот люди сидящие в последних вагонах да вот как бы эта волна идет она одна толчок в одно и то же время но просто мы находились дальше или ближе там к месту где как бы произошло вот я сказал слова к месту да то есть следовательно если мы хотели бы сделать картину более более физичной мы должны были на самом деле рассматривать случайную меру которая задавала бы нам шум не только по времени но и по пространству да чтобы эти толчки в разных точках пространства были разными возможно даже не крылья мы это говорили да то есть надо бы надо бы чтобы ню случайная мера была шум не только по времени по времени но и по пространству и по пространству вот это тоже существенно и мы говорили с вами что собственно шум часто отражает воздействие на частицы молекул среды так вот если мы имеем несколько частиц если мы имеем несколько частиц в среде и пытаемся следить их совместное поведение то конечно же то что я сказал становится совершенно очевидным необходимость шума и по пространству почему да вот у нас будет две частички находящиеся в среде вот они здесь взаимодействуют с молекулами среды и эти молекулы потом там разлетаются куда-то вот они пролетают мимо как-то наших частиц здесь тоже и я думаю что понятно что из-за огромных скоростей по сравнению со скоростями частиц молекул среды те которые сталкиваются в данный момент по времени здесь с этой частицей это не те которые сталкиваются и на достаточно больших расстояниях должна иметь место ну практически независимость совокупного воздействия среды на вот эту молекул и на то есть вот эта идея того что при больших расстояниях воздействие среды должно быть независимым должно реализоваться с помощью меры которое будет шло как по пространственной переменной так и по времени и вот мера как ее задавать мы уже примерно поняли хорошо давайте так и поступим итак давайте рассмотрим сейчас случайную меру на произведение странства умножить на время вот на этом произведении и будет жить наша мера ну вообще часто в литературе обозначаем маршрут В и ДУВ мы тоже так будем делать итак мы здесь умер ДУВ по-прежнему А это парижское множество вот это Гауссовская случайная речина Гауссовская случайная речина и ее математическое ожидание ее математическое ожидание будет 0 дисперсия математическое ожидание квадрата будет равна мере лебега множества, только на этот раз в мере лебега я вам напишу 2, да, потому что это мере лебега здесь в произведении пространства. Вот, да, ну, ладно. Вот, ну, вот, оказывается, что совокупность таких вот гауссовских случайных величин плюс требования независимости на непересекающихся множествах задает нам тот самый пространственно-временный шум, о котором вы только что говорили. Так что в появлении такой вот меры на пространство-времени с необходимостью приводит желание моделировать поведение совокупности частиц так, чтобы случайное воздействие на удаленные труботворы частицы было независимо. Вот. Ну и вот на этом давайте на сегодня остановимся, а в следующий раз пойдем, как документ построить и записать уравнение уже на сегодня. все на сегодня. Все на сегодня.